Я вас благодарю очень сильно, что вы пришли второй раз, добрались для того, чтобы записать несколько слов о том, как прошел этот ретрит для вас. Представьтесь, как вас зовут и из какого города вы приехали. Меня зовут Гарита, и я приехала из города Чьихоцлава, в городской области. Добро пожаловать, и спасибо, что нашли еще время делиться своими впечатлениями о ретрите. Как вы выбрали именно ретрит Светланы Лавровой? Светланы, я смотрю, уже года-полтора, наверное, наблюдали за ее на ютубе. Потом пошла на марафон, решила, что сколько же можно просто слушать, нужно что-то ей делать. Были умения у нас все чистки, она научилась, как ходить, как чиститься, как выходить, главное. Ну, раз марафон 21 пошла, потом пошла на 40. Пошла на 40, значит, нужно идти и на ретрит. Это дало толчок. Светлана, когда мы спрессовали, и она прямо пориснула, говорит, ничего не бойся. И я думаю, а что бояться? Надо просто сделать шаг. Сделала шаг, и я вот на ретрит. Было какое-то сомнение перед поездкой, какое-то переживание? У меня было сомнение по дороге, потому что все-таки очень далеко. У нас все-таки столько пересадок надо сделать, и вот это нужно все спланировать. А потом я познакомилась с Татьяной, и мы с ней так списались хорошо, и мы с ней добирались нести. Замечательно. Да, я хочу сказать, что у нас такая группа замечательная. Делаешь шаг, а они тебе два шага перед. Я очень добрые девушки, женщины замечательно, я так благодарна ей. Какое самое ценное переживание увозите с собой домой? Но есть над чем работать, переживание, что вроде жизнь там немаленько уже прожила, а впереди еще осознать нужно все, и что-то попытаться поменять в себе, чтобы было интересно дальше жить. Прекрасное намерение. Расскажите про соведущих Светланы. Вот Ирина, да, у нас вела практику, и Стоянная на гвоздях, она была проводником. И игра «Мой мир», которую она сама создала, да, она является создателем. Вот расскажите про этот опыт тоже, пожалуйста. Конечно, я сначала хочу поблагодарить Светлану за ее. Но она настолько, настолько женственная, настолько женственная тоже. И вот если ей задаешь этот вопрос, она тебе отвечает очень спокойно. А Ирина, она супер-женщина. Она отчетовательная, ее улыбка, ее большие глаза, ее смех. Просто хочется равняться, просто влюбляешься в такую красоту. А игра, она подсвечивала все моменты, рассказывала, куда двигаться. А в гвоздях это тоже. Это настолько было мягкое сопровождение. И очень благодарна. Благодарна. Еще раз благодарю ее. Как понравился Дмитрий, да, его цессия с бубном, вибрационный массаж чашами. Вот мы сегодня ходили в баню, он ему организовал, и веник у нас похрестовал с нами. Днем он делал нам каждого массаж. А бубен, конечно, у него, но он владеет этим делом. Он и голосом владеет, и бубном владеет. Ну, мастер своего дела. Очень токсичный и энергичный человек. Я не очень благодарю. Давайте скажем несколько слов напутствия тем людям, которые только собираются приехать на ретрит и посмотрят это видео. Кому здесь быть нужно? Вот для кого это место, для кого это пространство? Ну, вот если в душе тебе запрос есть, и ты чувствуешь, что это твое, ну, что ждать-то? Надо просто сделать шаг, и ты будешь на ретрите здесь в тебе и поддерживать, и направить. Я думаю, что не будет расчарования. Надо просто это сделать. Благодарю вас за лузу. Надеемся, что увидимся еще раз с вами. Приезжайте летом. Благодарю. Продолжение следует... Продолжение следует...